привет-привет тема эфира у нас сегодня разводы расставания сейчас к нам подключится олег денисенко так что-то не подключается ждем давайте тоже приспать подключайтесь к флешмобу ну где он где вот он все вижу ну а что мне плакать что ли на камеру добрый вечер так что-то у нас со связью что ли блин олег вас не слышно все прерывается и зависла картинка может быть заново перезайти а так слышно слышно но картинка висит и все в пикселях перезагрузим перезагрузимся я тогда остаюсь пока жду здесь да хорошо все жду а девчата меня то видите как нормально хорошо хоть бы все нормально прошло мы так ждали этот эфир да а меня нормально слышно я отключу потом комменты сейчас мы подключимся и и и я потом отключу все так попытка номер два пускай она будет супер удачная пускай у нас все получится посылайте лучки добра позитива энергии давайте давайте что все хорошо прошло у нас так у печеньки брак трещит пошла что-то вот все равно в пикселях там и зависаете ну что же делать там эфир планируется у нас на тему расставания расход развода как это все как пережить и как быть счастливой в дальнейшем как потом входить в новые отношения но если нам сейчас инстаграм все позволит нормально его провести а то он последнее время что-то чудит не не ставьте лайки пожалуйста сейчас вот пожалуйста не ставьте а то и так и зим не слышно даже не слышно голос прерывается как мы будем слушать ну что будем делать там а давайте ну вот сейчас получше да я сейчас попробуем чтобы не было эхо да все секунду хорошо ну в общем то мы можем начинать мои девочки уже познакомились с вами уже в общем то ждали эфир поэтому сегодня они задавали вопросы я буду их открывать или или как начнем с вопросов мы обещали на них отвечать потому что там есть истории начнем с общей темы у нас как пережить развод расставание да как как войти в новую жизнь как ну что как еще там у нас да 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 и мне кажется очень интересно будет мнение как создать тех кто бывал бы как сказать кто кто разводился и входил в новую жизнь поскольку я ни разу не разводился мне с точки зрения конкретно развода ну понятно что отношения были они как-то заканчивались чем заканчиваются они по-разному как адекватно экологично так и не экологично но вопрос там развода это наверное отдельный вопрос когда там делят имущество я не знаю там делят делят детей вообще общаются по итогам развода вынуждены и так далее и в этом смысле наверное но у меня на самом деле очень были тяжелые разводы и я их очень тяжело переживала и в первый раз я даже действительно попала психическую больницу но не там ни с суицидом ни с чем да так скажем вот у меня была вина ну то есть я себя винила да во многом и плюс в этом браке был ребенок ну и есть ребенок да сейчас и в общем то когда я уже настроилась и определилась вроде как на семью в итоге да то есть потому что до этого несколько лет я металась то есть а мой ли это человек а не мой ли а стоит они стоят потому что ну много пережили так скажем рано поженили не совсем прям уж рано 22 года мне было тогда или 23 не помню уже вот но в любом случае это еще дети мы были совсем да и мозгов не хватало на то чтобы быть мудрыми на то чтобы притираться друг другу и десять лет прожили последние несколько лет из которых были такие очень такие сложные вот так вот когда я все-таки приняла этого мужчину он уже отцепился так скажем от семьи да и и уже было поздно что-то наверное поправлять вот и он ушел и для меня это был вот такой шок потому что я вот наконец-то с собой договорилась да наконец-то вот я решила что все мы уже столько много всего прошли и тут вдруг он уходит и для меня конечно это был такой очень серьезный шок а и такое что я себя сама загнала загнала в депрессию в жуткую я не перестала есть перестала спать там пить рыдала там все такое ну и довела себя там чуть ли не до состояния анорексии в общем то когда приехали уже там свекровь и моя мама и сказали поехали как дорогая в больницу ну и меня положили в больницу с депрессией в общем то потом полгода я лечилась второй раз когда через какое-то время у меня появились новые отношения они перешли переросли в гражданский брак три года длилось счастье так скажем а потом в один прекрасный момент оно разбилось а тут было все хорошо в отношениях уже были зрелые да оба уже там все просто великолепно ну человек оказался жил оказывается жил на две семьи а я три года этого не знал вот и здесь у меня уже да у меня опять те же симптомы пошли но я уже была научена опытом и понимала что нужно вытаскивать саму себя потому что если я буду долго страдать я себя сама опять загоню в эти страдания и уже ничего не смогу опять я не хочу чтобы мой ребенок видел опять как я там полгода или там год вылазил из этой депрессии я загрузила себя работой у меня такой выход выход из этого состояния именно когда ты начинаешь вот двигаться куда-то ходить куда-то с кем-то встречаться ну имеется ввиду в социум да я там пошла просто вот погуглила после очередной истерики погуглила куда сходить в хабаровске еще жила что делать вечером в хабаровске мне там открылась значит игры в мафию я пошла в одного то есть никого там не знала ничего пошла пришла еще вся в слезах соплях ну ничего там как бы новая компания незнакомые люди меня приняли там мне придумали ник там ну там все под вымышленными именами играют я стала регулярно туда ходить потом значит работа ну тут у меня образовалась такая финансовая яма так скажем я привыкла уже к определенному уровню жизни да тут вдруг человек ну нет да все а поток мне он нужен и я уже стала думать а как же мне еще заработать и вот стала вести тренировки там они были не сильно много приносили но пока во первых я была круглосуточно занята я стала там вести блог то есть я себя вот полностью заняла и наверное еще вот этот социум который из инстаграм ну тогда еще перископ был я назначала тренировки в перископе ну и в живую то есть меньше времени для слез оставалось ну и постепенно постепенно вот так уже выходила из этого состояния плюс поблагодарила судьбу что слава богу что это случилось через три года а не через пять лет и не тогда когда у нас родился ребенок которого мы планировали ну то есть что я обо всем узнала и вот так ну вот как то так у меня такие такой был опыт но я честно я не могу сказать что вынесла какие-то уроки потому что все время как получается что на какие-то вот одни и те же грабли наступаю и что с этим делать то не знаю Олег ну наверное каждый кто вступает в семью да если мы говорим про семью он думает что это ну не каждое большинство думает что это один раз на всю жизнь лучше ему хочется в это верить а очень часто оказывается что это не так и ничего в этом страшного нет потому что если бы мы все знали где упасть наверное стелили бы солому а с учетом того что ты правильно сказала что 22 это еще такой неосознанный возраст но ничего страшного в этом нет что люди поняли что они не ну может быть неправильный был выбор да и спокойно они расходятся другой вопрос что как выйти из этого с наименьшими эмоциональными психологическими потерями вот наверное вот этот вопрос очень важный я думаю что этот вопрос мы к нему придем при ответах на вопросы которые вот я читаю комментарии мы а вопросы так я сейчас тогда открою так да и в процессе и в процессе вопросов я думаю что мы на тему с разных сторон и посмотрим хотя вот личная история она всегда важна потому что сразу ну стоит реально понять и понимать а что человек сам то пережил и насколько он готов об этом разговаривать и так далее потому что я сказал что конечно безусловно расставания были безусловно со многими мужчинами мы общались кто выходил из этой истории потому что для мужчин вот пока я на вопросы ищу скажу что для мужчин это тоже тяжело для любого человека если у него есть чувство уходить из отношений тяжело для любого но здесь что важно понимать что здоровенькие люди они переживают но они проживают это переживают и идут дальше они очень здоровенькие они в этом застревают и никак не могут из этого выбраться и могут годами сидеть в этих проблемах переживаниях это конечно с этим нужно работать я тут в общем накосячила у меня тут а я другие вопросы там выставила они сейчас высвечиваются те новые а те потерялись девочки напишите пожалуйста свои вопросы сюда блин простите меня я вообще не подумала вообще про это ну вопросы они живут в этой форме вопросы и там в эфире можно их прямо открывать и он высвечивается вопрос конкретный и это новая фишка инстаграм и мы активно пользовались но я забыла совсем и там игровая была сторис у нас и вот девчонки отвечали у меня напишите ваши проблемы пожалуйста сюда ваши вопросы по вашим то что вы мне писали пожалуйста напишите я точно знаю что вы смотрите ну вот тот вопрос он конечно не напрямую развода касается но не очень хороших не очень любых отношений муж старше на 10 лет наш брак его второй ругаемся каждый день есть ребенок оба хотим спокойствие но ругаемся из-за мелочей вечные придержки как услышать друг друга и научиться уступать ну а как услышать друг друга вот вы два взрослых человека да есть какая-то проблема проблема как-то любая проблема требует обсуждения после того как ее люди обсуждают они принимают какое-то решение если у вас есть какие-то системные проблемы связанные с тем что вы не можете их решить и постоянно ругаетесь то тут вопрос либо вы ну вот от природы кто-то из вас конфликтные либо вы оба конфликтные и вам эти конфликты нужны для того чтобы переживать вот эти самые негативные эмоции потому что вы как в принципе отношения понимаете через них есть же история когда мы формируем понятие отношений понятие эмоций любви в детстве да мы смотрим на родителей как в семье было мы смотрим как мама с папой общались если семья была полная и так далее и вот эти эмоции мы несем во взрослую жизнь и строим это наш сценарий это становится нашим сценарием отношений если вы в детстве видели перед собой такую же ругань вы ее не хотите возможно но переживая этот сценарий вы собственно в ней живете ну так остановитесь просто и скажите я не хочу ругаться потому что рано или поздно вот эти конфликты они придут только к одному сначала пропадет интим ну эмоциональная сторона потом пропадет интимная сторона а потом отношения закончатся поэтому у нас есть один выход либо мы найдем общий язык с тобой и ну будем общаться адекватно нормально потому что об этого хотим либо отношения рано или поздно закончатся и в этом смысле нужно поставить определенный срок отложенное решение но давай 4 недели мы да поживем попробуем эти отношения выстраивать если у нас не получается давай их заканчивать потому что ну эмоционально мы разрушаем разрушаем друг друга разрушаем себя и какой смысл быть в этих отношениях вот и все очень сложно лечить по фотографии да мы не знаем ваших отношений кто кого цепляет и так далее кто что кому говорит но глобально история такая да проблемы нужно решать определите срок постарайтесь в этот срок что так сделать если не получается заканчивайте отношения не надо хвататься за то что не приносит вам комфорт удовольствие а наоборот приносит вам эмоциональные какие-то ну вот я в части себя например скажу да когда дошло дело вот уже как раз таки до отсутствия уважения были попытки да сохранить отношения я сейчас говорю уже про другие вот но я понимаю вот вроде бы пытаешься да но в какой-то момент вот когда ты чувствуешь прям что назревает вот сейчас будет скандал и вроде бы нужно включить мудрую женщину и не повестись на скандал а почему-то нет у меня я прям как будто бы проживаю и как будто бы как будто специально начинаю вот накалять нажигать и я уже знаю что если я буду продолжать так то пойдет конечно соответствующая реакция и будет просто уже там ну взрыв с обеих сторон и все равно ничего не могу с собой поделать и продолжаю вот ну к сожалению я можно можно констатировать о том что вам эти эмоции нужны ну вот если вы нужны вы ими подпитываете а вот как эти детские истории что с ними делать то все говорят психологи а все какие-то статьи читаешь психо ну опять повторяюсь уже а что ну вот все идет из детства вспоминая маму папу там что тебе говорили а что делать то ну вспоминаешь там какие-то моменты а что с этим делать всегда есть несколько направлений решения проблем первое разобраться в этом самостоятельно если проблема не очень глубокая это можно сделать понять что меня цепляет да почитать об этом понять как это можно исправить попытаться это сделать потому что наше сознание очень интересная штука она может нас там мы можем себя настраивать как музыкальный инструмент как компьютер перезагружать программу мы это можем это не просто это через определенные упражнения это можно делать самостоятельно можно пытаться проблему решить но если не получается следующий шаг это либо групповая терапия либо индивидуальная потому что если ты сам не можешь это решить тебе нужна помощь и не просто так существуют такие профессии как психолог да и психотерапевт психиатр и так далее потому что это существует они решают проблемы и вот если начиная с психолога заканчивая психиатром а вы собственно когда в больницу ой там психиатр мне кажется был как там были разные отделения были те кто там суицидники и с депрессией кто лежал да а были ну реальные психи и мы прям соприкасались мне кажется мой психиатр или кто он там врач в общем лечащий он мне кажется вот в сторону этих психов был какой-то такой странный поэтому я то конечно посещала потому что меня ну заставляли но я думаю что мне помогли вот эти таблетки они прям сильные были я с них слазила полгода потом еще чем чем отличается психолог от психиатра что психолог он работает через общение психиатр работает с в том числе с применением фармакологии потому что психолог он не врач а психиатр он врач у него медицинское образование он имеет право и возможность выписывать фармакологию вот в том числе при выходе из депрессии а мы все привыкли депрессия это что-то усталость такая мы ее немножко путаем вот усталость это остыния а депрессия это серьезная серьезная медицинская проблема ее нужно решать с помощью фармакологии вот с чем собственно ты и столкнулась поэтому если не получается самостоятельно решить нужно идти в терапию сейчас есть какие-то онлайн групповые терапии опять-таки это тоже уже погружение какое-то можно ее попробовать потому что вопрос денег же тоже всегда стоит индивидуальная терапия она конечно дорогая поступательно попыталась разобраться сама не получилось пошла в какую-то онлайн групповую терапию но динамика есть или нету смотрим нету динамики иду дальше в индивидуальную можно сразу идти в индивидуальную если есть такая возможность тут нужно уже соответственно смотреть на себя выбирать ну психиатрию мы не затрагиваем хотя иногда приходится ну да а как как выбрать хорошего психолога потому что вот у меня был опыт уже да однажды еще когда я с первым мужем жила и я тоже ну я понимала свои проблемы что у меня проблема да мне вот нужно как-то решить и мне может быть действительно там своих мозгов не хватает и мне нужна помощь но я пришла к психологу она меня выслушала и сказала мне то что я хотела услышать что да ну вот я хороший а он плохой ну как-то вот так вот у меня такое ощущение создалось и все и я вышла а дальше что второй у меня был тоже поход вроде бы тоже там в Хабаровске один из известных психологов я пришла и тоже меня послушали и все я ничего вообще не совершила ну абсолютно ничего мне не не помогло а третий был опыт общения с психологом здесь уже в Москве а там касалось дочери да когда у меня дочь собиралась уехать жить к папе и не ехать со мной в Москву да то есть я там прям конфликт был потому что она осталась у бабушки у папиной мамы и ее там обработали так скажем вот и я конечно это переживала вот в этой ситуации мне этот психолог помог ну он просто с нами поговорил какие-то там вещи мне объяснил что не надо лезть в принципе пускай сама решает и я отпустила да и в общем то потом она позвонила мне все мам я еду к тебе да вот ну допустим а когда я к нему уже обратилась с тем что мне нужно помочь убрать страх высоты когда я готовилась к минзе мы поговорили и мне ничего не помогло вот это ну вот как ну это как как любой специалист это путем проб и ошибок по другому не бывает выбираешь во-первых человек должен откликаться вот то что он говорит психологи же разные есть очень много школ направлений и так далее все таки человек то что он пишет говорит при общении это должно откликаться тогда в голове в душе то есть ты понимаешь что ты этому человеку доверяешь то что он говорит это близко дальше надо начинать работать и должна быть динамика причем динамика динамика